Медведица Марта уже вторую зиму отказывается впадать в спячку. И в отличие от своих собратьев, каждое морозное утро с нетерпением ждет завтрака. Питается как истинная леди. В ее рацион обязательно входят овсяная каша, фрукты, орехи и, конечно, любимый мед. Его в день Марта съедает около полулитра. У льва Бонифация настроение поднимается только после завтрака, когда голодный зол на весь мир. Начинать день предпочитает с большой порции мяса, как и красавцы-тигры. Наши тигры в день получают в среднем по 10 килограмм мяса на голову. Ну и опять же смотришь, если они предыдущую порцию проели плохо, соответственно, что в следующий раз чуть поменьше даже. Кормление хищников – серьезная процедура, которая требует предельного внимания. Перед тем, как им приносят еду, клетки необходимо вычистить. Конечно, ни один сотрудник зоопарка не может находиться в вольере с диким животным. Для этого используют специальные перегонки. Хищника переманивают в соседнюю клетку, где его на некоторое время закрывают перегородкой. Здесь каждому животному нужно найти подход и в питании. Вот, например, тигр-маркиз и его дамы Амурка и Усурка кушают по отдельности. И это не из-за законов природы. Просто тигр, взяв на себя обязанности главы семейства, постоянно отбирают у девушек корм. Есть в зоопарке еще один обитатель, требующий отдельного внимания. У ламы Феди нет ни клыков, ни когтей. На вид он милый и безобидный, однако держит в страхе многих. То ему комбикорм принесли не так, то фрукты не так положили. В отместку плюется и норовит укусить сотрудников зоопарка. Вредного соседа безропотно терпят верблюд, овечка и маленький як. Но еду делят по-братски, хватает всем. А волки нетерпеливо дожидаются своей очереди. Их приходится кормить отдельно и чуть позже, чем остальных. Впрочем, в этом они сами же и виноваты. Своенравных зверей загнать в перегонку сложнее, чем остальных хищников. Неожиданно проснулся к завтраку сегодня енот-полоскун. Для таких не спящих, как он, корм продолжают приносить даже в период спячки. Его маленькие шатуны забирают к себе в норку. Позже, конечно, засыпают. Только уже с запасами на весну под боком. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.